Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы начинаем неделю новую, начинаем новую неделю и начинаем главу, новую недельную главу. Шавуатов! Вам хорошей недели, прекрасной, хорошей недели всем, кто участвует в наших уроках. И недельная глава называется «Глава Вайра». И показался первый день. И сегодняшний урок, пускай будет у нас «Лейлуй Нишама» для поднятия души, пускай будет «Борух Бен Авраам». Значит, чтобы поднималась его душа и для поднятия души Александр Бен Лейб, Бен Лев Лейб. И для полного выздоровления всех, кто присутствует на уроке и близких. Чтобы вот вы, когда делаете что-то, что соединяет вас с Богом, в этот момент вы можете сразу же вспомнить Мишну, которую мы учили в Перте-Авод. Которая звучит так. «Осэра Цуно, делай его волю как свою, и он выполнит твою волю как его». И он сделает, там не выполнит, а сделает, написано, твою волю как его. То есть, когда ты с Богом соединяешься в одно целое через выполнение божественных заповедей, когда ты с ним соединяешься прям конкретно, вот да, когда мы сейчас будем, первую строчку даже прочтем, когда мы прочтем первую строчку этой недельной главы. Кстати, я вам очень советую иметь перед собой текст всегда, когда мы учимся. Мы учимся конкретно Тора, недельные главы. Недельная глава разбита на семь отрывков, на семь дней. И вы можете брать прямо хумаж, книгу в любой переводе. И это очень хорошо будет, да, следить по отрывкам, которые мы изучаем, а потом повторять. Потому что тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. И смысл от изучения Торы в том, что у вас остается после изучения Торы в тех изменениях, которые у вас происходят. И еще раз подчеркиваю вот эту очень важную идею, что человек, он в зависимости от того, с чем он взаимодействует в данный момент, это вызывает у него ту часть его личности, которая соответствует этому взаимодействию. То есть человек, который взаимодействует с опасностью, у него включается рептильный мозг, и он становится рептилией. Да, бей, 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 замри. А человек, то есть стресс, и он, оп, у него включается его внутренняя рептилия. Человек, который взаимодействует с бутылкой водки, да, и с собеседником, он через некоторое время начинает, ты меня уважаешь, уважаю, я тебя уважаю. То есть в нем внутри выходит такой уважаемый человек, да, и который, ну, дальше непонятно, кто у кого как выходит. Теперь, а когда мы общаемся с Богом и изучаем Тору, то у нас выходит на поверхность наша самая высшая божественная часть. Это высшая божественная часть, которая душа и все, что к ней привыкает. Когда в этот момент ты взаимодействуешь с Богом, то ты закрепляешь в себе вот эту вот часть себя, которая самая твоя высшая часть, которая потом, возможно, зайдет в вечность, если ты этой частью будешь ее питать, да, выращивать в себе, если ты больше будешь взаимодействовать, как нас учит Тора, с хорошим другом, с хорошим соседом, с хорошим, значит, с раввином и так далее, то у тебя твоя часть, эта духовная святая, она будет вырастать. Все, значит, читаем недельная глава Вайра. Вайдеберал Ким Эль Моше. И сказал всесильный Моше. Помните, чем закончилась предыдущая глава? Она закончилась тем, что Моше сказал Богу. Зачем, говорит, зачем делаешь ты зло этому народу, сказал он Богу. Зачем ты меня послал вообще сюда, да, Моше говорит Богу. С тех пор, как я пришел к фараону говорить о твоей имени, стало хуже, стало больше зла для этого народа. И спасти не спас ты народ. И сказал Бог ему, Моше. Сейчас увидишь ты, что я сделаю фараону, рукой сильной он вас вышлет, и сильными какими-то действиями он вас выгонит из страны. И дальше он продолжает говорить с Моше. Вайдебер Эллоим Эль Моше. И сказал всесильный Моше. Вайомар Элав. И сказал ему. Тут используются два на иврите разных слова. И говорил всесильный к Моше. И сказал ему, я Бог. На русском это звучит всесильный, Бог, как-то, ну всесильный, ну Бог, да. На иврите, когда мы читаем вот эти вот 22 буквы, которыми Бог сотворял мир, то слово Эллоим, Эллоим это всесильный, да. Оно открывается очень большим смыслом сразу, да. Все силы, которые есть в мире, в мироздании, то, что называется природа, от Эва, это тоже числовое значение. То есть все силы, все законы природы, все мироздание, это всесильные. И сказал он Моше, я Бог. Он ему говорит, тот, кто сейчас с тобой разговаривает, я Бог, который это все сотворил. И который не просто это сотворил, а который в этом сотворенном, он каждую секунду поддерживает его существование. И он всем этим сотворенным управляет. И он говорит, это вот все для этого, чтобы ты понял, что есть всесильный, есть Бог. И чтобы сейчас не просто я понял, ну Бог-то это, он творец. Не только ты, Маше Рабену, пророк, это сейчас поймешь. А сейчас весь мир это поймет. Так сказал Бог. И он объясняет, я показывался Аврааму, Ицхаку и Якову. Это процесс, через которых мы знаем о Боге, да. Через которых вот этот Бог-творец, он начал с миром взаимодействовать, разговаривать. Значит, и я показывался Аврааму, Ицхаку и Якову б-эль-шадай. В эль-шадай это, ну дословно русский можно перевести как Бог-шадай. Бог, что все от него властитель, властитель всего, например, да. Ушми Ашем, но имя вот это Бог, которое, Ют Кей Вав Кей, четырехбуквенное имя, творец мироздания, который был, есть и будет, который бесконечный, который не вписывается ни в какие вообще определения, потому что он, он вначале был он, а потом появились определения. Так Бог говорит, вот это имя Бог, я им не сообщил. То есть они со мной общались все равно через мое облачение в какую-то структуру, в какую-то форму, в какое-то слово, в какое-то... То есть человек воспринимает Бога, вот, например, я говорю сейчас вам, вы знаете, я вам сейчас давайте получу недельную главу про Бога. И человек воспринимает, а, про Бога, типа, Ицкак рассказывает, что-то, да. Но с Богом тут где взаимодействие? Другой человек, у него уже ближе взаимодействие. Он читает на иврите. «И говорил Элоим всесильный Моше, Ивайом Арылав, и сказал ему, Ани Ашем, я Бог». Смотрит он на это четырехбуквенное имя, Ют Кей Вавкей, четыре эти буквы, 26 числового значения, и думает, как же мне вообще Бога-то понять. Потом он вдруг вспоминает, как он молился, и как ему открылось... Я читал книгу одного очень, значит, есть такой Фридс Пёрлс, создатель диджитальтерапии. И он с автобиографией, которую он назвал, книгу он назвал «Внутри и вовне помойного ведра». Это он описывал, что у него в голове. Так он назвал свою книгу, свою автобиографию. Он пишет, что я, говорит, с иудаизмом, хотя он был из семьи еврейской, где соблюдали какие-то традиции, у него была бармитство, но это все было такое... К этому относился как какой-то театр, да. Но он говорит, у меня было в жизни одно личное переживание божественного контакта, да, контакта с Богом. Он пишет, когда он воевал во время Первой мировой войны, и он был врачом. Его должны были послать в первый окоп, на первой линии, первый окоп. Но его послали в третий, и он очень радовался. Но потом его послали обратно в первый, и он боялся, это первая линия соприкосновения с боем. Но потом, значит, всю ночь шел бой, там вообще страшная война, война, Первая мировая война. И говорит, его ранило, меня ранило. А третий окоп, где я должен был быть изначально, там всех убило. И он говорит, когда этот бой закончился, утро, и вот я раненый, восход солнца, и я в этот момент почувствовал, что... Как-то он написал так, что есть Бог, или что свою связь с Богом, как Бог меня спас. И как-то вот у него было... Он говорит, я один раз в жизни почувствовал вот эту вот личную связь с божественным. Но, говорит, я ничего про это не знал. Он так конкретно и пишет. То есть, у него не было никакого интерфейса, да? Интерфейс это как способ взаимодействия с божественным. Потому что, как можно с Богом взаимодействовать? Только когда ты учишь Тору, когда ты молишься, и когда ты выполняешь заповеди Бога. Это три канала, по которым ты можешь усиливать свое личное соединение с Богом. И вот, значит, но опять же, когда ты учишь Тору, ты все глубже... Есть кабала, есть там какие-то очень высокие интеллектуальные способы постижения божественного, да? То есть, ты узнаешь, что есть какие-то десять сферот, какие-то духовные миры, какие-то есть массы миркова, это... Ну, то есть, как оно все управляется и так далее. То есть, есть люди, которые это все описывали, пророки. Есть второй способ. Человек, который молится, да? Есть люди просто, пришел вот утром, утренняя молитва, помолился 20 минут. Ты-ты-ты-ты-ты прочитал. Я сегодня, когда Шма-Истраэль говорил в синагоге, и оп, и мы проскочили это Шма. Прям, я думаю, вообще я как-то не успел. Это же Шма-Истраэль. А я даже не успел настроиться и вникнуть в то, что я говорю. Бывает, что ты формально молишься. А бывает, что ты входишь и молишься так, что просто тебя уносит в молитву, вот в этот контакт. И ты просто можешь вообще ничего не произносить, но ты чувствуешь, как ты соединился со Всевышним. Теперь добрые дела. Когда ты делаешь какие-то заповеди, выполняешь и делаешь доброе дело, иногда так включается, что ты просто чувствуешь, как через тебя идет вот это Божество... Ты становишься как ангел, да? То есть, через тебя идет какой-то сигнал другому человеку, через твое там дело. И, значит, Бог говорит Мошарабейну, я, говорит, тебе открываюсь сейчас вот в том своем проявлении, которого вообще никто не может его постигнуть, кроме тебя. Потому что Мошарабейну был такой пророк, он был как чистое стекло. То есть, вот того Бога, который вне формы, вне всякой структуры, его постигнуть Ютке и Вавке нельзя. Но он говорит, я тебе открываюсь именно этим именем. И сейчас я этим именем Ютке и Вавке, который творец мироздания, я буду сейчас выводить ивресте народ из Едипта и буду делать вот эти вот то, что называется, десять казней, расступление моря и так далее. Это тот Бог, который вне структуры. Но я, говорит, с Авраамом и Скаком, я как бы реализую тот союз, который я с ними заключил. Я услышал Крити, сынов Израиля, да, как они молились и как они тоже, получается, тот же самый процесс. Есть человек, он живет, у него есть структура его жизни. И когда его начинает сильно давить, то есть его структура ломается, то есть обычный человек, он выстраивает себе некую структуру взаимодействия с внешним миром. Утром проснулся, там столько-то часов поспал, тут поел, тут попил, тут поработал, тут пообщался, тут, значит, ну каждый человек выстраивает себе какую-то структуру своей жизни. И когда эта структура ломается, то есть ломается привычный ход, И ты не знаешь ни что будет дальше, ни как вообще, то есть теряется ощущение стабильности и устойчивости вот этого твоего мирка, который ты построил себе. В этот момент у человека прорвается его крик, он говорит, я помню себя, когда я стал религиозным, я пришел в синагогу, у меня вот сломалась моя система, я не понимал как жить. И я значит Всевышнему говорю, как, помоги мне, то есть у меня какой-то был вопрос, ну то есть у человека есть вопрос, когда ему плохо, у него есть вопрос, а как, как, куда, куда бежать, что делать. И вот я, ну обычно человек обращается к кому, к другим людям, к себе, к кому-то своему опыту, еще куда-то, а можно обратиться к Богу, да, и вот это то, что Бог говорит. Я услышал их крик, значит, в Нейсраэль, которых Мицрима видимо там, которых порабощают египтяне, в Эйскор Эдбреси, и я вспомнил свой союз, то есть союз, который я заключил с Авраамом и Схаком Яковым, что я их потомство не оставлю. И еще одно выражение, как спасение, как бы выведу вас, да, дюла, как такое освобождение, освобожу вас. Мизруантуя, выведу я вас рукой сильной, убишфатим гдулим, и большими-большими какими-то судами, да, то есть большие будут суды, будет какая-то такая. Это как раз описывается, говорят, что последнее избавление будет такое же, и значит, вот мы сейчас ждем, да, что же здесь будет. Вот это очень важная вещь, и это сильная очень, я Бог всесильный ваш. То есть, если бы не было этого порабощения, если бы не было вот этого вот сжимания, никто бы не почувствовал разницу, да, как говорится, почувствуйте разницу. Есть очень для меня вот такая понятная модель жизни, когда ты получаешь удовольствие, 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 тебе любое удовольствие перестает приносить радость. То есть, ты уже, оно становится для тебя нормой, приедается то, что называется. Как царь Самон говорил в Мишле, что мед ешь в норме, да, чтобы ты не присытился и не начал его, как бы, изрыгать, да, можно вырвать, из человека взять банку варенья, еще одну банку, и после третьего литра варенья, любой человек начнет рвать этим вареньем, да, хотя оно в одной ложке, оно очень вкусное, он может его сильно любить. Когда ты постишься, например, день не ешь, не пьешь, потом выпиваешь просто чистую воду, она дико вкусная, невероятно вкусная. Берешь маленький кусочек там хлебушка, яблочко, чего-нибудь, морковочки какой-нибудь, все, что угодно, после дня поста, оно приобретает невероятный вкус. То есть, и когда они были вот в этой вот полностью яме, тогда они могли узнать, что Бог это Бог, и уже с ним соединиться. Я приведу вас землю, которую, значит, которую я пообещал дать Аврааму Ицхаку Якову, и дам ее вам в мараша, я Бог, дам ее вам в наследство, я Бог. И сказал Моше так сынам Израиля, Моше передал слава Бога сынам Израиля, и что? Вело Шамуэль Моше, не слышали они Моше, не услышали они Бога, ну, то есть, они, Бог через Моше им передал этот прекрасный текст, но не слышали они Моше, не могли они это понять, воспринять. Микоцар и руах, от того, что у них был коцар, коцар и руах, это дух, обрезанный дух, сокращенный дух, да, можно так дословно перевести, ум и вода, каша, и от тяжелого труда. Значит, человек, который подавленный, он дышит вот так, нет у него сил, у него нет никакой надежды, у него нет, уже он сломался, то есть, они были сломлены. Знаете, когда человек, у него уже, он вот в депрессии, у него вот этот вот, он так дышит еле-еле, это вот коцар и руах такой, нет у него духа, дух сломлен. И миавуда, каша, от тяжелого труда, что он задавленный, да, задавленный этой жизнью, и много таких людей, которые действительно сломались. И сказал Бог Моше, говоря, значит, Бог продолжает, и говорит, иди теперь, скажи фараону, царю Египта, вайшлахат не истраэль мярцоб, пусть он высылается, но в Израиле своей страны. Это, когда ты приходишь к этим людям, которые подавленные, и ты им говоришь, давай, начни учиться, молиться, иди в Ешиву там. Я, например, когда у меня вот, я стал религиозным, я приехал, сел в Ешиву и учился, прямо вот так с утра до ночи. Как так можно? У меня был там, была совершенно одна жизнь, да, я жил там в Старом Арбате, в Москве, у меня была машина, новый рейнджровер, все. И я сел в Ешиву и спокойненько два года сидел, вообще кушал хлеб, пил воду и полностью, как бы полностью обнулился, да. Может человек любого обнулиться, начать сначала, начать что-то делать, но что? Когда сказал Бог Моше, иди к фараону, скажи, чтобы отпустил, значит, народ из земли, и сказал Моше Богу, даже сыны Израиля не послушали меня, а как меня услышит фараон, если я ораль сфатаем, я косноязычный, ну, я не могу говорить. Даже сыны Израиля мне не поверили, куда мне отпустит этот фараон? И сказал Бог, это то, что говорит обычный человек, когда ему, знаете, как есть такая метафора на это, один в горах упал в пропасть, и он падал в пропасть, и он зацепился за ветку. И у него, ну, нет выхода, нет спасения, то есть внизу пропасть, километр, он за ветку держится, и он кричит, Господи, спаси меня, спаси меня, я тебя прошу, прошу, спаси меня. И тут он слышит такой голос, да, я услышал тебя, я спасу тебя, отпускай ветку. Он такой, может, еще кто-то там есть, пожалуйста, может, есть другие варианты, да, то есть человек, который, который, даже попал он в очень сложную ситуацию, и у него, ему, как говоришь, вот выход, да, вот тебе выход, становись религиозным, соблюдай шаббат, вот, измени свою жизнь, или там, начни спортом заниматься, кому-то нам можно сказать, да, чтобы, есть методы, то есть есть миллион вариантов, но что делает человек, который в депрессии сломленный, он говорит, не получится, я точно знаю, не получится, да ты попробуй, ты попробуй это, то есть кто тебе сказал, но человек своей, вот, именно отсутствием веры, он уже полностью перекрывает себе кислород. И вот, значит, Моше сказал, говорит, я, куда, куда я пойду, к фараону, значит, сыны Израиля меня не послушали, как я пойду, что я ему скажу, я ораль сфатаем, я косноязычный. И сказал Бог Моше и Арону, значит, прикажите, Вейтсавем, Эльбне, прикажите сынам Израиля и фараону, царю Едипта, вывести, вытащить сынов Израиля из земли едипетской. Бог говорит, вот делайте, просто делай, just do it, все, так скажите. Ну, все, сегодняшний отрывок закончился, завтра мы узнаем, что было дальше, в этой недельной главе будет из 10 казней, едипетских 7 казней, мы узнаем, как они были, узнаем, что за ними крылось, почему Бог именно так решил себя проявить, почему именно в таком порядке, что за каждой казнью Он хотел нам показать на все поколения, потому что это как раз вот проявление Бога в этом мире. Но пока вместе, вот еще пару минут есть, я хотел сказать, как советует Рамбам, Рамбам, как советует соединиться со Всевышним, да, он говорит, есть у нас заповедь любить Всевышнего и бояться Всевышнего. Теперь и познавать Всевышнего, да, как говорил царь Соломон, беколь драхеха деу, на всех своих путях познавай его, в у я ашер архатеха, и он твои дорожки выпрямит. Первое мы делаем, мы учим Тору, то есть мы учим Пятикнижия, Ахумаш и Мишли, пожалуйста, перейдите в Телеграм, у нас есть онлайн школа, бот такой в Телеграме, онлайн школа Жизнь по Торе, там есть бот совета Рэбы Любавического, 365 советов, невероятно мощная штука, каждый день вы можете получать по совету, и в любой момент вы можете случайный совет брать, это прям реально советы для жизни, невероятные Любавического Рэбы. И второе, то что у нас есть бот там, этот бот называется Мишли, три отрывка в день, вот Максим как раз его сделал, спасибо ему еще раз огромное, чтобы было у меня благословение, три отрывка Мишли в день, и можно любой отрывок, любую главу почитать с комментарием на русском, все понятно, это мы изучаем Тору, значит Пятикнижия это то, что мы получили через Машарабену, и Мишли это царь Соломон, мудрейший из людей, притча это как жить, как правильно жить, он прям специально, 31 главу нам написал полностью, как работает этот мир, как в нем жить по Торе. Кроме этого есть там видео уроки, как только у нас появляется кто-то, спонсор, который хочет, чтобы про какую-то заповедь мы рассказали, мы снимаем фильм, ровид, все, то есть мы хотим таким образом, чтобы каждый, чтобы все заповеди мы представили, и чтобы можно было легко зайти тоже в Телеграм-боте, каждую заповедь посмотреть, понять вглубь, как ее делать и так далее. Но Рамбам говорит, Рамбам не говорит пользоваться вводом Ваикра, Рамбам говорит, что изучение Тора это самое главное, но если вы хотите познать Всевышнего, посмотрите на природу, которую он сделал, посмотрите на растения, например, да, как это удивительно мудро Всевышний сделал, что одно зернышко превращается в 50 зерен в колосе, Одна семя яблока, да, в яблоке, вот здесь яблоко, просто на яблоко посмотрите, какая-то вообще невероятно мудрая сложная система, тут кожура, под кожурой мясо это яблочное, да, вот это вот яблоко. Потом внутри есть специальная такая штучка, где есть эти семена, и вот эти вот семена яблочные, из него вырастает дерево, которое потом дает тонны яблок, да, вдумайтесь, какая это система, как Всевышний дел. Но это уникальная вообще сложная штука, а теперь посмотрите дальше. В этом яблоке живет червячок, это червячок, он пожил-пожил в яблоке, потом он в земле там может где-то еще пожить и так далее. А сколько видов таких червячков всяких присмыкающихся? 5 миллионов, 5 миллионов их разных видов. Я, эта бабочка, которая вообще нереально красивое, это создание, а какое оно сложное, там у нее двигатели, глаза вот эти вот, которые, мы сейчас дрон изобрели, вау, дрон вообще, ну прикольно летает, сложная штука. А бабочка, посмотрите, какая она сложная бабочка, сколько в ней систем, и мало этого, что это бабочка, дрона надо сделать на заводе собрать, а бабочка, она из одной клеточки сама появляется. Представляете, какой Всевышний, что это вообще, как он мир нам сделал? Дальше мы идем на животных, дальше мы идем на планеты, дальше невероятно. То есть, познавая природу, а Тева это, а Тева на иврите, Тева это природа. Это одно и то же числовое значение Элоим, всесильный. Любой закон природы, любая молекула, любая вообще, все, что здесь происходит, но вот именно обратите внимание не на то, что уже люди перерабатывали, а на то, что создал Всевышний, да, насколько это красиво, насколько это организовано, насколько это, ну вообще, просто удивительно. И вот в этот момент мы можем соприкасаться со Всевышним, изучая Его творение. То есть, мы можем увидеть Творца за Его творением. Все, дорогие друзья, всем хорошей недели, чтобы было всем хорошей недели, хорошего дня, чтобы был шалом внутри, шалом в отношениях, шалом, чтобы этот наш шалом и наши молитвы превратили, чтобы в мире закончилась война бессмысленная, вообще жестокая война, где вообще люди убивают невинных людей, и страшное дело, чтобы она быстрее закончилась. Абсолютно глупая, бессмысленная, которая злодеи эту войну ведут, убивают невинных людей, и прикрываются какими-то разговорами, что они кому-то что-то помогают, и кому-то хотят сделать лучше. Эта война никому не может сделать лучше. То есть, она должна закончиться прямо, ну то есть, по любому, по любой логике, по любому, там, доброте и так далее, она абсолютно бессмысленная. И сотни тысяч людей, которые сейчас погибают, и миллионы людей, которые страдают, невозможно оправдать ни одной цели, которую объявляют как цели этой войны. гибелью стольких людей, страданиями стольких людей. То есть, это ужасно, поэтому она должна остановиться, и все нормальные люди должны начать молиться, просить Всевышнего, и выражать свою позицию, война должна остановиться. То есть, все, кто поддерживает войну, это преступники. И те, кто хотят, чтобы... Ну, это ужасно. То есть, давайте молиться, чтобы война закончилась сегодня. Сегодня, и я думаю, что Всевышний, который творец мироздания, он только ждет, пока все закричат, нет войны, и наступит шалом. Все, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня.